Лоси всё чаще выходят на дорогу, предупреждает ГИБДД региона. С начала года уже зафиксировано 6 ДТП с участием сахатых. Дикие животные наиболее активны в тёмное время суток, а водители в это время становятся менее внимательными. Поэтому при первых же признаках усталости необходимо остановиться на ближайшей стоянке и отдохнуть. Предельно внимательными нужно быть в зоне действия знака «Дикие животные». Нашим горожанам, скажем так, я посоветовал выбирать оптимальную скорость движения. Когда они двигаются по таким участкам дороги, как, например, в сторону по Варламовской дороге, там установлен знак, он предупреждает водителя о том, что в любой момент из леса могут выйти дикие животные. То есть им желательно выбирать скорость такую, чтобы при появлении животного они могли принять все меры вплоть до полной остановки. Лось, пожалуй, самое опасное животное для водителя. Он чаще других выходит на дороги. При этом взрослая особь весит в среднем 500 килограммов. Из-за анатомии животного удар приходится на лобовое стекло. Травмы водителя и пассажиров от такого столкновения могут быть весьма серьезными и даже смертельными. На моей практике больше всего проблемы с лосями были. Они могут причинить и большие механические повреждения транспортным средствам. И в зависимости от того, какая скорость была у водителя, может пострадать сам водитель. Притом очень сильно. Подходить к сбитому зверю ни в коем случае нельзя, так как это может быть опасно, напоминают в Минсельхозе. Пострадавшее в ДТП животное нельзя забирать. Это приравнивается к незаконной добыче. Размер ущерба за сбитого лося составляет около 80 тысяч рублей. Если избежать столкновения не удалось, водитель обязан незамедлительно сообщить о происшествии в Единую службу спасения 112, вызвать сотрудников ГИБДД и в точности выполнять все полученные указания. Если по дороге, о которой мы говорили, в Орлановской, там мобильной связи может не быть, человек может связаться по номеру 112, о котором уже неоднократно говорили, сообщить обстоятельства, и дальше уже по указанию дежурного может быть направлен патруль ДПС, и он уже будет смотреть по месту, что там случилось.